Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и Реальная Журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Итак, отец русской гениальности на этой неделе вывел главный принцип борьбы с коррупцией. Чтобы взятки не брали, нужно перестать их давать. Так что, Мария Петровна и Аркадий Иванович, в том, что в России процветает коррупция, виноваты вовсе не чиновники, а мы с вами. И в свете этих событий уже становится понятным, почему в России не поднимают пенсии, сот, выплаты и минимальный размер оплаты труда. А все просто, с коррупцией борются, чтобы у таких, как мы с вами, денег на дачу взятки не оставалось. Это же как им с нами не повезло-то, а? Все суем им деньги и суем. А им и отказываться-то неудобно. Железная логика у Пескова. Сегодня не провоцируйте нас на взятки, а завтра что? Чтобы люди не умирали, не будем их рожать? Да поняли мы, поняли, Дмитрий Сергеевич, что во всем мы виноваты. И дороги-то наши мы своими колесами испортили. И в повышении цен на продукты тоже виноваты сами. Все покупаем, да покупаем. Но с вашей-то стороны должен быть хоть один рациональный ход. Вопрос наказания, например, проработайте. Опыт Китая вам в помощь. Бороться с причиной, а не со следствием, это, конечно, здорово. Но в России это правило не работает. Особенно, когда принимаются законы о нечаянной коррупции, развязывая руки многим хитрющим чиновникам. Если среди вас есть юристы или люди, хоть немного разбирающиеся в праве, то вы не дадите мне соврать, что в российских законах очень много противоречия. И там, где по одному закону вы абсолютно точно должны угодить за решетку, по-другому у вас есть полное право избежать наказания. И тем же законным путем вспоминаем нечаянную коррупцию. Плюс есть масса других способов ухода от ответственности. Вспоминаем Захарченко и его версию о том, что все 9 миллиардов он выиграл в казино. Кстати, также на этой неделе стало известно, что первый касационный суд общей юрисдикции запретил возвращать взятки тем, кто их принес. Теперь взяткодатель больше не потерпевший, а его деньги больше не его. Так что, друзья, настоятельно рекомендую вам отменить все свои попытки всучить российскому чиновнику взятку. Ну а слова Пескова воспринимать исключительно как цитаты выдающихся людей. Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу. Надо просто задуматься о собственном здоровье, встать поменьше питаться, например. Лицемерие 80-го уровня. На такое способен не каждый. А вот Володин, подчиненный, в этом даже преуспел. И я сейчас не про фамилию, а про принадлежность спикера Государственной Думы. Успевайте за ходом мысли. На этой неделе в своем телеграм-канале гражданин Володин подчеркнул исключительно стремительное развитие России, благодаря которому мы получаем санкции в экономике, претензии в политике, обвинения в допинге и так далее. Да-да-да-да, вы не ослышались. Россия впереди планеты всей. И это безумно бомбит США и Европу, в которой, по мнению Володина, гибнут сотни тысяч человек, только потому, что блокируется поставка и производство российской вакцины в европейские страны. Это сейчас была цитата. То есть Вячеслав Володин всерьез считает, что кто-то из лидеров Евросоюза в своем желании остановить развитие России будет жертвовать собственным населением? А которым из них? Тем, что является оплотом страны? Или тем, что платит налоги? Или тем, которое способно поднять демографический уровень? Вы серьезно? И это я еще молчу о том, что искренне не понимаю, о каких победах спикер Госдумы ведет речь. Нищету не победили, майские указы не выполнили. А то, что занимаем лидирующие строчки по уровню коррупции и количеству околокремлевских олигархов, так это, извините, не заслуги. И это не о победах. Это о победителях. О тех самых, ради которых Россия побеждает в количестве ресурсов и проигрывает в качестве жизни. Но и тут Володин не успокоился. Обильно поливая восторженными возгласами наших спортсменов, он подчеркнул, что чрезвычайно горд за нашу страну. Но обеспокоен тем, что российские победители лишены и флага, и гимна. А я вот почему-то не верю и в патриотизм. Могу ошибаться, но в стране, где за чертой бедности находится 20 миллионов россиян, спорт вполне может стать неплохим способом зарабатывания денег. Ну не верю я, что Сербакова, Труцева и Туктамышева с тем же рвением боролись бы за медальки и грамоты. А вот за 11 миллионов можно и поднапрячься. Но я не осуждаю девчонок, я лишь говорю о том, как смешно слушать ложь и лукавство, особенно когда знаешь правду. И, наверное, эта победа это то единственное, о чем говорил Володин. Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице. Снайпера ищут. На Headhunter, я сейчас не шучу. В Москве второй специальный полк полиции объявил конкурс на замещение вакансий полицейский снайпер. Опыт работы не требуется, график смены, обязанности охраны общественного порядка. Я напомню, ищут. Снайпера. Напомню, для чего? Для охраны общественного порядка. Добавлю еще, что работодатель второй спецполк полиции, работающий в основном на разгонах несанкционированных митингов в Москве. А теперь вопрос. Вас ничего не смущает? Киллер? Без опыта? Это ведь пули на ветер. Другими словами, вышел за хлебушком и домой-то не вернулся, потому что у снайпера рука дрогнула. Я, конечно, допускаю, что на каждом массовом мероприятии может работать снайпер, ну, чтобы террористов, например, отстреливать. Но для этого как минимум нужна психологическая зрелость и какой-никакой опыт, полученный в специализированной школе. Там же, кстати, можно было бы отобрать и самых талантливых. Но зачем-то и кому-то было выгодно, чтобы вакансия оказалась в сети. Через пару дней она была снята в архив, а глава Московского профсоюза полиции объяснил потребность в публичности предотвращением возможных преступлений на массовых мероприятиях. Ну, типа, если ты террорист, то знай, что за тобой уже следят. Но что-то подсказывает мне, что у этой новости двойное дно, и устрашать ею собирались далеко не террористов. Единственное, что мне бы хотелось, чтобы мы дали нашим полицейским такие же права для наведения порядка в государстве. Убивать на поражение подозреваемых прямо на улице. Приплыли, господа. Первая оттепель в России дала течь. Причем в буквальном смысле этого слова. Городские власти оказались попросту не готовы к масштабному заплыву, из-за чего на прошлой неделе подтопленными оказались 20 микрорайонов Нижнего Новгорода, Приморский район Петербурга, город свободный в Амурской области и дачные участки под Благовещенском. А на этой неделе с колес на резиновые лодки пересели и жители Челябинска, Новосибирска и Иркутска. Ну, конечно, это ж такая неожиданность. А снег-то, оказывается, еще и тает. Особенно это заметно весенний период. Просто раньше мы с таким не сталкивались. Но ничего, ничего. Уральские парни настолько суровы, что не растерялись и в светлое будущее отправились прямо на лодках. В лодке передвигаться совершенно невозможно в магазин, в аптеку, в больницу. В Челябинской мэрии ситуацию объяснили рекордным количеством выпавших осадков. Там заявили, что подрядчики работают круглосуточно. В таком же режиме вывозится и снег. На сегодняшний день вывезено 600 тысяч тонн. Проверяются ливневки. Друзья, а я вам скажу, что в соседнем Екатеринбурге утилизировали почти такое же количество снега. И на лодках у нас никто не плавает. А буквально несколько дней назад до асфальта вычистили и мой микрорайон. Это я к тому, что если чистить и вывозить, то дискомфорта быть не должно. И почему-то мне кажется, что кто-то в этой ситуации лукавит. Либо это городская администрация, либо кто-то просто соскучился по Венеции. В любом случае не раскачивайте лодку. Это может быть опасно для вашего здоровья. Причем в обоих смыслах этого слова. Ну а у меня, друзья, на этом все. Я напомню, что второй выпуск новостной программы вы сможете увидеть только на канале Ермак Медиа. В продолжении новостей расскажу, кто, по мнению Жириновского, должен победить в третьей мировой войне. Почему фраза «тема сисик нераскрыта» вызвала столько негатива в Москве, куда ушли 6 миллиардов, выделенные из резервного фонда на предотвращение распространения COVID-19. И кого оскорбило высказывание Байдена о Путине. Переходите по ссылке в описании, выражайте симпатии, пишите комментарии, пообщаемся. Всех люблю. Пока-пока.